Согласно стереотипам, итальянские мамы и бабушки невероятно заботливы и любящие, всегда следящие за тем, чтобы их чадо были хорошо накормлены и обласканы. Но вот женщина по имени Леонардо Чанчулли, видимо, была сделана из другого теста. Нет сомнений в том, что она тоже души не чаяла в собственных детях. Однако, когда в 1939 году узнала, что ее старшего и самого дорогого сына хотят забрать в армию, она пошла на отчаянный шаг. Она решила, что для его спасения нужны человеческие жертвы. Привет, вы на канале НСК Шоу, и сегодня вы узнаете эту шокирующую историю в самых ярких подробностях. Сложная жизнь. Леонардо появилась на свет в 1894 году. А все ее детство прошло в одном из самых бедных районов Италии. К сожалению, с самого рождения девочка была обречена страдать. Дело в том, что она была нежеланным ребенком для своей матери, над которой поглумился один парень в свое время. Поэтому, как позже вспоминала сама Леонардо, мать с рождения ненавидела ее всем сердцем и всячески демонстрировала свою неприязнь к ребенку. Более того, родительница, которую звали Эмилия Динольфия, еще и была вынуждена выйти замуж за своего обидчика. Отец девочки ушел из жизни очень рано, когда та была еще совсем маленькой. И хотя мать Леонардо вскоре связала себя узами брака во второй раз, обстановка в семье практически не поменялась. Женщина обижала свою дочь, регулярно наказывала и избивала. Неудивительно, что в подростковом возрасте Леонардо два раза пыталась свести счеты с жизнью. Позднее все свои неудачи она будет объяснять тем, что ее мать наложила на нее проклятие. В 1914 году она вышла замуж за мелкого чиновника Рафаэля Пенсарди, к которому ее родители относились с неодобрением, поскольку занимали более высокое положение в обществе. Как утверждала Чианчули, именно мать после свадьбы ее прокляла, тем самым обрекая на жизнь в страдании. Само собой разумеется, что не было никаких весомых этому доказательств, однако все же сложно не поверить в это проклятие, если посмотреть на жизнь женщины после брака. Помимо того, что Леонардо посадили в тюрьму за мошенничество, а ее дом был разрушен землетрясением, на голову бедолаги обрушились еще более жесткие испытания. Материнское проклятие. После всего случившегося, семейная пара переехала в Кореджа, где Леонардо открыла свой маленький бизнес, небольшой магазин. Благодаря своей работе, она смогла заработать достаточно неплохую репутацию, а многие отзывались о ней, как о милой соседке, заботливой матери, да и просто доброй женщине. Кстати, о детях. Чуанчулли за время своего брака была беременна 17 раз, из которых 3 беременности закончились выкидышами, а 10 младенцев погибли в раннем возрасте. К сожалению, только четверо ее детей смогли выжить. Еще до того, как Леонардо впервые забеременела, она обращалась за помощью к ясновидящей, которая предсказала ей скорое замужество и смерть детей. А вот другая гадалка предсказала, что ее ждет тюрьма или сумасшедший дом. Однако женщина не приняла ее слова всерьез. Когда четверо выживших детей Чуанчулли подросли, она старалась сделать все, чтобы уберечь их от верной гибели. Она даже ходила на прием к Хироманту, который, к сожалению, не смог предпринять никаких серьезных мер, чтобы побороть страх клиентки перед проклятием. Все эти предсказания и материнское проклятие сделали Чуанчулли очень суеверной. Не знаю, может быть, если в ее жизни не было бы всего этого, возможно, она никогда бы не превратилась в ту, кем станет позже. Цена жизни. Все круто изменилось с приходом 1939 года, когда Бенитто Муссолини начал вербовать молодежь в рамках подготовки ко вступлению во Вторую мировую войну. Старший и самый любимый сын женщины по имени Джузеппе как раз должен был вступить в ряды итальянской армии. Однако вот Леонардо не собиралась мириться с таким его решением и решила любой ценой защитить сына от службы и возможности пасть в бою. Чуанчулли почему-то решила, что для спасения своего ребенка ей необходимо сделать человеческие жертвы. Поэтому ее выбор пал на трех соседок. Женщин среднего возраста. Позже, во время допроса, Леонардо скажет, что ей нужно было совершить такие тяжкие преступления, чтобы спасти своих детей от смерти. Она свято верила в то, что если принесет в жертву четыре человеческие души, то Бог над ней смилуется и больше не будет отбирать у нее детей. Ужасный план, согласна? Но тем не менее, именно с этого момента Леонардо начала планировать свои злодеяния. Первая жертва. Вся эта ужасная история началась с того, что старая дева Фаустина Сетти решила обратиться к Чуанчулли с просьбой найти ей достойную партию для замужества. Просто ходили слухи, что Леонардо сама имела некий дар и в некоторых случаях могла совершать мистические обряды. Так вот, спустя пару сеансов она направила Фаустину в соседний город, сказав, что там ее ожидает потенциальный жених. Правда, женщина также попросила ее известить своих родных об отъезде, дабы те не волновались. Леонардо за свои услуги попросила у клиентки 30 тысяч лир, что было достаточно крупной суммой на то время. Однако Сетти настолько сильно хотела выйти замуж, что готова была отдать даже свои последние сбережения. В тот день, когда Фаустина должна была уехать из Кареджа, она решила напоследок заглянуть в гости к Чуанчулле, чтобы попрощаться. Но, как оказалось, это стало ее роковой ошибкой. Гадалка, которой она доверилась, предложила выпить на дорожку бокал вина, в котором был подмешан яд. Леонардо жестоким образом расправилась с наивной Фаустиной, разобрала ее на 9 частей и собрала всю кровь в отдельный сосуд. Уже позже ее признание просто поразит сотрудников полиции. Чуанчулле предоставит о том дне такие сведения. Я бросила куски в большую кастрюлю, добавила туда 7 килограмм едкого натра, который приобрела для изготовления мыла. Затем я перемешивала смесь до тех пор, пока все не превратилось в плотную темную массу, которую я разлила по нескольким ведрам. И знаете, вышло довольно неплохое мыло. Что я сделала с кровью жертвы? Прежде всего подождала, пока она загустеет. А уже потом высушила ее в духовом шкафу. Затем я добавила туда муки, сахара, шоколада, молоко с яйцами и положила кусочек маргарина. Замесив отличное тесто, у меня вышло испечь большое количество кексов к чаю, которыми я угощала других моих клиентов. Кстати, мы с мужем тоже попробовали эти лакомства, и они были необычайно вкусными. Согласитесь, от такого заявления в жилах и правда стынет кровь. Даже не верится, что такие ужасы могла рассказывать самая обычная с виду женщина, которую все вокруг считали очень доброй и порядочной. Думаю, подойдет как нельзя лучше поговорка «В тихом омуте черти водятся». Вторая жертва. Леонардо присваила себе тысячи лир, которые принесла ей первая жертва, и принялась за поиски новой. Второй женщиной, погибшей от рук лжегадалки, стала Франческа Суави. Эту горожанку любовные вопросы не интересовали, ей была нужна работа, и Чанчули пообещала помочь с этим вопросом. Однажды она сказала, что нашла подходящую должность для Франчески в школе для девочек в Пьяченце. Неизвестно каким образом, но Леонардо снова смогла убедить свою клиентку в том, что стоит уехать из города молча, а потом уже известить родных и знакомых о переезде, написав им письма и открытки. Просто преступница позже хотела отправить эти открытки от имени своей жертвы. Схема убийства была точно такой же, как и с Фаустиной Сетти. Леонардо пригласила Франческу на стаканчик необычного вина и в точности повторила свое злодеяние. Она забрала деньги, а их владелицу превратила в мыло и пирожные. Обстоятельства сложились так, что убийцу мыловара снова никто не заподозрил. Наверное, именно безнаказанность и побудила Леонардо к выбору своей следующей жертвы. Третья жертва. Скажу сразу, что третьей и последней жертвой, которую смогла затащить в свои сети женщина-маловар, была бывшая оперная певица театра «Ла Скала» в Милане. Вирджиния Качиоппа была обладательницей великолепного сопрано, но с годами потеряла работу и искала взамен что-то новое. Отчаявшись в поисках, она обратилась к Леонарде за помощью. И это стало самым ошибочным решением в ее жизни. Чанчули сказала ей, что смогла найти работу секретаршей у некоего таинственного импресарио во Флоренции. Певица была куда более богатой, чем прежние жертвы преступницы. И в качестве вознаграждения она пообещала 50 тысяч лир и кучу драгоценностей. Как всегда, все происходило по одному и тому же сценарию. Позже, в своих мемуарах, убийца-маловар напишет так. Она попала в горшок, как и две предыдущие. Ее плоть была жирной и бледной, когда я ее растапливала. Я добавила бутылку одеколона, и после долгого кипячения получила возможность сделать крем-мыло довольно приемлемого качества. Я даже раздала его соседям и знакомым. И, кстати, кексы получились намного вкуснее прежних. Женщина была очень сладкой. Жесть. Справедливое наказание. Леонардо уже настолько обезумела от своих поступков, что попросту потеряла бдительность и упустила один момент. Дело в том, что, в отличие от своих первых двух жертв с ограниченным кругом знакомых, Вирджиния Качиоппа имела очень любопытную невестку. Именно она заподозрила неладное и занялась собственным расследованием по исчезновению свекрови. Вскоре ей удалось выяснить, что последним местом, где видели мать ее супруга, была как раз лавка Чанчулли. Со своими догадками девушка направилась прямо к начальнику полиции. Когда стали известны подробности преступлений, о которых сама Леонардо совершенно не стеснялась рассказывать, ее арестовали. Вместе с ней задержали и супруга, полагая, что он был сообщником в этом деле. Однако вскоре обвинение с него сняли и мужчину отпустили. Сама Чанчулли уверяла, что отважилась на эти преступления исключительно ради своих детей. Непонятно, верила ли сама женщина в эту версию или просто делала все возможное, чтобы ее признали психически нездоровой. Как бы там ни было, вина Леонардо была признана судом, за что женщина получила срок 30 лет лишения свободы. И еще три года ей было необходимо провести в психушке для преступников. Так и не раскаявшись в совершенных злодеяниях, женщина ушла из жизни из-за церебрального инсульта 15 октября 1970 года. И, кстати, если будете в Риме и хотите своими глазами увидеть тот самый Чан, в котором Леонардо варила свое мыло, то можете посетить криминологический музей, где эта улика хранится по сей день. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока.